Анна Черных принесла сразу несколько блистеров с таблетками. Лекарства разные, есть как обезболивающие, так и антибиотики. Объединяет все медикаменты одно, срок годности у них давно прошел. И сегодня их можно сдать на утилизацию. Детей у меня много, четверо, и лекарства, естественно, накапливаются, пропадают. И выбрасывая их в урну, всегда вопрос, а что дальше? Сейчас я точно этим вопросом не буду задаваться, потому что уверена, я доверяю проекту, доверяю Анастасии, я сама лично ее знаю, что лекарства будут утилизированы правильным образом. И экология от этого никак не пострадает. Значит, будущее моей семьи будет в безопасности. Акция «День лишних лекарств» стартовала в Рязани 1 октября. В торговом центре «Круиз» установили металлический ящик. В него любой рязанец абсолютно бесплатно может опустить лекарства с истекшим сроком годности. Потом их отвезут на специальный полигон во Владимире. Подобная практика по утилизации лекарств через спецполигоны распространена во всем мире. Однако для России это в новинку. Рязань стала новатором. За нашей акцией пристально следят коллеги из других городов нашей области и из других регионов. И если у нас здесь все это пойдет достаточно хорошо и интенсивно, то эта акция будет масштабирована по всей России. Естественно, подобные ящики будут стоять и в разных торговых центрах Рязани, и в разных торговых центрах разных городов России. Цель такой акции – забота об экологии. Потому что неправильно утилизированная пачка лекарств наносит больше вред окружающей среде, чем батарейки, говорят организаторы. И если с элементами питания рязанцы уже поступают аккуратно, приносят в пункты сдачи, то с таблетками все не так уж радужно. Тема экологии – это одна из самых важных тем нашего сегодняшнего дня, а также нашего будущего. Не зря тема и экологии, и чистого воды, воздуха, земли – это одна из целей устойчивого развития, которая диктуется нам как глобальная тема мирового развития. Также есть нацпроекты, муниципальные программы, поддерживающие это направление. Мы готовы всегда присоединяться к таким акциям и делать все возможное от нас, чтобы они возникали чаще и больше на территории нашего города. Металлический ящик для сбора просроченных лекарств простоит в круизе месяц. Потом отправится в тур по торговым центрам. Месяц Виктории Плаза, столько же в Алине и обратно в круиз. И уже в зависимости от того, как эта акция отзовется у рязанцев, решится ее дальнейшая судьба. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».